Приветствую всех на моем канале! Хочу сегодня сделать расклад совета от ангела-хранителя вам. Возьму три колоды, три оракула разных. И возьму по три карты с каждого. Так, первые три карты берем. Вам совет от ангела-хранителя. У меня кто-то пришел. Так, это первый совет. Оракул полнолуния возьму. Второй совет. Ну-ка. Я оракул звездных сияний возьму. Третий совет. Так, давайте смотреть. Отложу. Если что-то мы нужно, дополним. Так, ну, значит, здесь какой совет? У кого-то здесь речь идет о треугольнике. Треугольник. Он может быть разным. Это могут быть любовные отношения. Это треугольник. Вот здесь не надо принимать двояка. Это может быть вмешивание третьего лица. Возможно, в личные отношения. Не важно, кто это. Теща, свекровь, любовница, еще кто-то. Здесь предупреждение от ангела-хранителя, что, возможно, в вашу жизнь вмешивается третье лицо. И здесь еще речь идет о том, что благодарите. Благодарите всегда высшие силы. Как бы ни было тяжело, да, нужно вот эту благодарность отправлять в небеса высшим силам. Будьте благодарны. Второй совет. Здесь совет обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вот этот треугольник, он приводит, знаете, какой-то запутанная какая-то ситуация такая. Недуг это может быть здесь и недуг как бы по Луне. Сейчас у нас ближется Новолуние. Начнется растущая Луна. Возможно, здесь какие-то лабиринты, какой-то вот, ну, какая-то, знаете, неприятная какая-то ситуация связана с этим треугольником. Кто-то может сажать в лабиринт, запутывать, кто-то наносить какие-то даже, да, негативные какие-то посылы. Давайте третий совет. Видите, третий совет опять выходит Иуда. Здесь однозначно может быть Иуда, Журавль и Престиж. Вы какая-то такая личность неординарная, возможно. Обратите внимание на негативную энергетику, на негатив, который может быть в вашей жизни. Вот кто смотрит этот расклад, ну, значит, он вот этому человеку, он нужен, понимаете. Мы никогда не попадаем на что-то просто так. Это связано с вашими именно отношениями. Сейчас я возьму обычную тару. Здесь понятно, что, да, обращая внимание на личную свою жизнь, если есть какие-то негативные посылы, то смотрите. Здесь возможно вмешательство третьих лиц в вашу жизнь. Вот совет ангелов-хранителей здесь вам проверить себя на негатив. Да, здесь идёт вмешательство. Вы человек такой, знаете, очень светлый. Вы пытаетесь добиться исполнения каких-то ваших желаний, а у вас не получается. У вас двойственная ситуация. Вроде бы должно всё хорошо быть, и в то же время глаза закрыты, и непонятно, куда идти, как идти. Но выходят высшие силы, понимаете, вот ангелы, да, мы спрашиваем совет ангелов, хвост, вот высший суд. Будет какой-то, вы, может, поймёте, что будет какой-то, какой-то как, ну, не наказание, а высшие силы с вами. Как-то вот вы не понимаете свою ситуацию. Вот вы запутались сами в себе. Ну, невозможно запутаться самому просто так, да, в себе. Значит, вам просто нужно... Обратите внимание, может, есть какое-то негативное воздействие, влияние на вашу жизнь третьих лиц. Вот здесь совет ангелов. Высшие силы с вами, они вам это подсказывают. Вы человек светлый такой достаточно. Может быть, сейчас как бы и с финансами, неважно, да, что-то вы как-то тут боретесь, боретесь. А всё что-то не то. Чего-то да не хватает. Видите, здесь даже может быть разбитое сердце у кого-то, ну, это за мужчины. Ну, всё будет хорошо. Просто обратите внимание. Обратите опять тройка, третье лицо. Обратите внимание на вмешательство третьих лиц в вашу жизнь. Не доверяйте, чувствуете какую-то чуть-чуть ноточку недоверия. Всё время об этом говорю. Вот чуть-чуть даже. Если сомневаетесь в человеке, поверьте, это вам подсказывает не ум, это вам подсказывает ваша интуиция, ваше внутреннее, что что-то вот не так. Ну, вот такой совет. Обратите внимание на своё окружение, на вмешательство третьих лиц в вашу жизнь. Кто есть кто. Всего вам доброго. До следующих видео. Продолжение следует... Продолжение следует...